Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Александр. Сегодня второй вебинар из серии «Работа с приложением Voice Assistant». Для начала мы ответим на вопросы по предыдущему занятию, а потом начнем новую тему. Тема сегодняшнего занятия – «Работа с жестами». Александр Дмитрий, а я вот когда в магазине брал свой телефон, я его первым здесь в коробке вытащил, нажал кнопку «Питание» и подержал кочерку «Громкость». У меня автоматически заговорило, может и так заговорить. Ну, можно и так сделать, если из коробки телефон вы достали. Мы это обсуждали на прошлом занятии. Можно нажать кнопку «Громкость вверх» и «Питание» коротко, либо, наверное, может сработать и удержание двух кнопок «Громкость», раз вы говорите. И если вы пройдете всю настройку, всю инициализацию смартфона с включенным Voice Assistant, то и клавиши назначатся автоматически. Вам не надо будет их назначать. Если же телефон настраивал изначально зрячий человек, то нужно будет в настройках включить. Прямой доступ это называется у Samsung. Прошу прощения, я пропустил прошлое занятие. У меня Galaxy A8, а вот вы сказали, в прошлом занятии было Galaxy A9, и он обновился до 10. А восьмерка может обновиться? Спасибо. Galaxy S8 у нас смартфон. Насчет серии A, я, если честно, не знаю. Какие там модели обновятся, какие нет. Это нужно вам либо в Samsung позвонить, либо где-нибудь поискать информацию. S9 и Note 9 обновиться точно. Ну, уже обновились. S8 и Note 8 не обновятся. Ну вот, на сегодняшний день такая информация, что Android 10 они не получат. Понял, спасибо. Есть дополнение по поводу A-серии. A6 и A8 точно обновятся. A7. По поводу A7 нужно посмотреть. Зайдите либо на сайт Samsung, либо скачайте приложение Samsung Members, и там все есть. А скажите, что вы, пожалуйста, скажете о Samsung Galaxy A30? Galaxy A30 уже обновился. Спасибо. Значит, по поводу прошлого еще занятия немножко. Мы немного упустили один маленький момент по поводу функции разблокировки экрана. То есть мы сказали, что провести двумя пальцами по экрану – это один из вариантов. И он, как правило, установлен по умолчанию. Есть возможность совсем убрать экран блокировки. Тогда при нажатии кнопки «Питание» у вас будет сразу появляться рабочий стол. Устройство будет сразу разблокироваться. Как вы понимаете, наверное, это небезопасно. Любой человек может взять ваш телефон и быстро его разблокировать и получить доступ к вашей личной информации. А также, возможно, если нажмется в кармане случайно эта кнопка, то какие-нибудь случайные касания, кому-то не тому позвонить. Телефон сам может кому-то позвонить, отправить сообщение и так далее. Поэтому я начинающим устанавливаю такой режим, но с этим нужно быть аккуратным. Итак, всем добрый день. Просто я не сразу присоединился. Значит, смотрите, если у вашего устройства имеется физическая кнопка «Домой», например, тот же Galaxy A5 2017, то при разблокировке проведением пальцами по экрану можно еще использовать удержание кнопки «Назад». То есть кнопочку нажал, и правый сенсор, кнопку «Назад» можно нажать, подержать, и оно сработает на разблокировку устройства. Да, было такое с вот этими моделями, где была физическая, точнее даже механическая кнопка «Домой», две сенсорных, можно было так разблокировать. Но, к сожалению, сейчас этих устройств уже в продаже, наверное, не осталось. И мы об этом поэтому не сказали. По поводу пробуждения экрана. Вот тут был вопрос на консультации у нас. То есть, чтобы разбудить экран, нужно нажать либо кнопку питания, либо в 10-м андроиде появилась функция «Двойное касание по выключенному экрану» будет пробуждать смартфон. После этого все равно вам нужно разблокировать. Если у вас стоит какой-то вариант блокировки, то после вот этого действия вам нужно все равно смартфон разблокировать. Итак, я сказал, что может не быть совсем блокировки, может быть вот это вот провести по экрану. Также в тех смартфонах, где есть сканер отпечатка пальца, можно разблокировать телефон при помощи него. Причем вам даже не нужно телефон пробуждать. То есть, сразу коснулись, телефон у вас выключен, в режиме ожидания находится. Вы сразу коснулись сканера отпечатка, и смартфон у вас разблокировался. Это удобно, достаточно. Ну и не очень любимый, незрячий вариант, когда разблокировка происходит по лицу, по радужке глаза. Samsung современные модели поддерживают и то, и другое. Там даже есть комбинированный режим, когда и лицо, и радужка глаза распознается. Но предварительно нужно, естественно, телефон пробудить каким-нибудь из вариантов, вышеперечисленных. Нужно сказать, что, ну и естественно, никто не отнимал у нас вариант разблокировки по пин-коду. И вот эти биометрические все датчики, они работают только в паре с пин-кодом. То есть, если у вас есть разблокировка по пальцу или по лицу, обязательно у вас есть пин-код, который работает на всякий случай. Если датчик биометрический не сработал, то можно всегда ввести пин-код. Также для безопасности после перезагрузки пин-код нужно вводить обязательно первый раз. Ну и еще немножко по прошлому занятию. 14 часов 13 минут. Быстрая зарядка. Экран блокировки. Страницы 5. Страницы 5. Здесь в 10-м андроиде появился элемент на рабочем столе, точнее даже группа элементов, которые позволяют перелистывать странички рабочего стола. На 9-м андроиде эта штука как бы тоже есть, но она недоступна для программы экранного доступа. А здесь теперь на нее можно поставить курсор. И активировать двойным касанием нужную страницу. То есть я вот иду с махиванием. Касанием, изучением касанием тоже получится работать с этой группой, но она очень мелкая, поэтому вы можете что-то пропустить. А с махиванием. Страница 2.6. Легко выбираем нужную страницу. Страница 5.6. И двойным касанием. Главный экран. Страница 5.6. Сразу на нее попадаем. Экран выключен. Экран блокировки. Сегодняшняя тема – работа с жестами. Что вообще такое жест? Жесты управления смартфоном состоят из движений пальцев. Есть движение касания экрана. Касание может быть от 1 до 4. Также может использоваться от 1 до 4 пальцев. То есть двойное касание одним пальцем и двойное касание двумя пальцами – это разные жесты. Также используются такие движения, как смахивание. То есть палец должен коснуться экрана в движении, как будто вы хотите что-то с экрана смахнуть. Здесь нужно обратить внимание на то, что нельзя поставить палец, а потом провести. Нужно именно коснуться экрана, когда палец над ним как бы пролетает. Коснуться в движении. Вот если здесь есть пользователи айфона, то может вы сталкивались с такой локализацией, как «чиркнуть». «Чиркните пальцем влево или вправо». Слово не очень может быть красивое, но оно передает всю суть вот этого жеста. Этот жест называется «смахивание». Смахивание тоже могут быть одним пальцем, двумя и тремя. Четырехпальцевое смахивание здесь пока что не используется. И смахивание можно выполнить в четырех направлениях – влево, вправо, вверх и вниз. Также используются сложные жесты, которые состоят из двух смахиваний без отрыва пальца от экрана. То есть нужно провести, например, вверх и, не отрывая палец от экрана, вниз. Движение должно быть достаточно резким. Но в процессе, когда мы дойдем до этих жестов, я еще попробую подробно описать, как я делаю подобные жесты. И жест, который отдельно, особняком стоит, называется «изучение касанием». Мы используем движение, как бы скольжение по экрану. То есть медленно ведем одним пальцем по экрану, и элементы, объекты, которые попадают под палец, озвучиваются вслух. При этом на них устанавливается специальный курсор. Или это еще называется «фокус программы экранного доступа». Но вы в прошлом занятии об этом говорили. Если немножко поговорить о том, как выполнять жесты. В идеале жесты нужно выполнять при помощи изгиба пальцев. То есть вы не замахиваетесь от плеча, от локтя или там еще как-то всем телом. А делаете смахивание за счет изгиба пальчика. Как это называется? Фаланги. Вот эти вот места, где палец сгибается. Если вы приучите себя делать такой жест, только движение пальцем, кисть при этом должна не двигаться. Вам будет легче работать со смартфоном. Рука у вас не будет уставать, и вы вообще об этом не будете думать. То есть чем меньше вы затрачиваете энергии, тем быстрее у вас получится выполнять жест, и быстрее вы сможете работать. Что касается касаний. Телефоны, экраны сенсорные достаточно чувствительная штука. Особенно если вы покупаете достаточно флагманскую модель серии S, Note или даже серии A. Она сейчас очень на высоком уровне. То у вас экран очень чувствительный. Ему достаточно легкого касания. Не нужно стучать пальцем изо всех сил. Легкое касание и желательно подушечкой пальцев, чтобы ноготь на экран не попадал. Вы его и поцарапаете, и жест может не сработать. И так далее. Поэтому если вы девушка, а у вас длинные ногти, ну или мужчина, который играет на гитаре, они иногда ногти отращивают специально. Нужно выработать такую позицию руки и телефона, чтобы палец касался подушечкой экрана. Это достаточно пару дней позаниматься. И у вас выработается рефлекс, и больше вы не будете об этом думать. Как там телефон повернуть. Но при этом желательно соблюдать вертикальную и горизонтальную прямую линию. Ну, я не говорю, что нужно под линейку это делать, но тем не менее. Постарайтесь выключенный телефон изучить хорошо, ощупать его, если хотите такой термин. И стараться делать смахивания вертикальные относительно вертикальной линии прямой, а горизонтальные относительно, естественно, горизонта. Смартфона именно. То есть, если вы наклонили, немножко повернули смартфон, вторая рука, с которой вы работаете, вы тоже ее поворачиваете. К слову сказать, большинство незрячих все-таки пользуются смартфоном двумя руками. Ну, если человек правша, то смартфон кладется в левую руку, на ладошку, где-то в середине своей спинки, кладется на центр ладони. И немножко обхватывается пальцами. Но тут стоит учитывать, что смартфоны современные достаточно тонкие. А поскольку мы рассматриваем компанию Samsung, эти ребята еще и любят делать загнутый экран. То есть, по вертикальным сторонам смартфона, слева и справа, экран немного загибается. Ну, это сделано для того, чтобы зрячим людям было ощущение, что у экрана совсем нет границ, нет никаких рамок и так далее. Из-за этого же убрали вашу любимую, ну и нашу когда-то любимую кнопку «Домой». И вообще убрали все кнопки с экрана для того, чтобы освободить место для самого дисплея. С передней панели, я имею в виду, убрали кнопки для того, чтобы сделать экран более безрамочным. И вот с каждым годом эти границы все уменьшаются, уменьшаются. Так вот, Samsung делает по бокам изогнутый экран. Поэтому, когда вы обхватываете смартфон рукой, нужно очень аккуратно его держать, чтобы часть руки, вот там, где большой палец, нижняя часть, не я показываю визуально, как будто меня кто-то может видеть, чтобы вот эта часть руки не касалась экрана. И с другой стороны, пальцы, которые тоже, как бы, обхватывают смартфон тоже, они должны держать телефон за грань. Ни в коем случае не заходить на экран. У некоторых моделей есть настройка защиты от случайных касаний, но она малоэффективна, если вы обхватите рукой полностью смартфон, то все равно будут какие-то фантомные нажатия, так называемые. И у вас тогда не будут правильно срабатывать жесты, и могут быть проблемы. И вот это может оттолкнуть первое время пользователей, что ему будет казаться, что у него не получаются жесты. На самом деле, просто нужно правильно научиться держать смартфон. Ну и есть продвинутые пользователи, такие, которые пользуются одной рукой. Большинство функций выполняют одной рукой. Как это происходит? Смартфон лежит на четырех пальцах, кроме большого, и большим пальцем пользователь смахивает, касается, ну и выполняет все жесты. Естественно, когда нужно сделать двухпальцевый жест, ему приходится использовать либо дополнительную руку, либо загибать те пальцы, которые с другой стороны четыре остаются. Но это уже совсем сложно. Я начинающим пользователям делать такое не рекомендую. Научитесь хорошо пользоваться двумя руками, а потом можно и одной. При этом будьте осторожны, чтобы смартфон не уронить, потому что это такая штука достаточно хрупкая и в наше время дорогая. Ну и, наконец, перейдем к самим жестам. Да, и еще немножко поболтаю, вы уж извините. Я сказал, что есть касание и смахивание. Смахивание бывает комбинированное, а касания могут быть короткими и длинными. То есть, есть у нас двойное касание с удержанием, тройное касание с удержанием и так далее. То есть, нужно коснуться экрана один раз быстро, если двойное касание с удержанием нам нужно выполнить. И второе касание – оставить палец на экране. На некоторое время, там буквально полсекунды достаточно. Между касаниями, если жест двойное или тройное касание, должна быть пауза не более чем 0,25 секунды. То есть, не более чем четверть секунды. Иначе система может распознать это как два отдельных касания. Этот параметр в некоторых смартфонах можно настраивать. Если вот совсем не получается быстро делать двойное касание, то можно увеличить этот интервал. Но, если честно, я не готов сказать, где эта настройка находится. Если что, если кому-то это нужно, то давайте разберемся с этим на консультации. Ну, а теперь я буду перечислять жесты и показывать, как они работают. Я вас призываю к тому, чтобы стремиться к тому, что настроено по умолчанию. То есть, постарайтесь себя научить, и потом вы легко сможете пользоваться любым телефоном. К слову сказать, в Voice Assistant, в отличие от TalkBack, переназначать жесты пока что нельзя. Скорее всего, они сделают это в ближайшее время, но пока этого нет. Итак. 14 часов. Экран блокировки. Страница 5 и 6. Главный экран. Вот жест, который разблокировать позволяет нам экран. Я все-таки предпочитаю не называть его смахиванием, потому что если вы сделаете очень быстрое движение двумя пальцами вверх, или на Samsung, по-моему, можно в любом направлении, это может не сработать. Поэтому здесь даже программа сама экранного доступа говорит, проведите двумя пальцами. Не быстро. Проводим. А вот в остальном случае смахивания должны быть резкими. В противном случае, если будет смахивание медленным, то система распознает этот жест как изучение касанием. То есть, она подумает, что вы исследуете экран, и курсор у вас сместится, и так далее. Ну, вот я обычно начинающие пользователи, когда хотят смахнуть. Часы. У меня в верхней части экрана находятся ярлыки. Часы. Мы уже на прошлом занятии говорили, что они расположены в виде таблицы. Вот у меня 4 ярлыка приложений. Часы. Калькулятор. Папка. Google. Минерва. Часы, калькулятор, папка. Google. Это папка с ярлыками. И минерва, если я правильно это произношу. Так вот, если я хочу перемещаться между ними смахиванием. На прошлом занятии еще раз вы говорили, что смахивание можно делать в любом месте. Это, конечно, так. Но если я сделаю сейчас смахивание медленно, и в нижней части экрана. Телеф сообщил настройки. Play Market меню. Да, я не получил результат. Я не перешел на калькулятор. Мало того, еще и курсор у меня сместился в нижнюю часть экрана. Туда, где я проводил пальцем. Это важный момент, потому что вот у начинающих пользователей бывает такая ошибка. И если я говорю ученику, своему слушателю, не получилось у вас, он берет, еще раз смахивает. Меню. Последний объект. И на этот раз получилось. Но курсор уже ушел в то место, где он делал это смахивание. Поэтому для начинающих пользователей ставим курсор часы на первый объект на экране. И делаем смахивание внизу экрана вправо, одним пальцем. Калькулятор. Потом влево. Часы. Потом вправо. Часы. И ускоряем потихонечку. Калькулятор. Часы. Калькулятор. Часы. Калькулятор. Часы. Калькулятор. Часы. Если у вас курсор... Часы. И при этом делаем смахивание внизу экрана. Если у вас курсор не убежал с первых этих двух объектов, то вы делаете все правильно. Если он переместился куда-то на другой. Телефон. А вот у меня телефон слева внизу находится. То все. Значит вы задание провалили. Снова ставите курсор. И снова делаете медленнее, пока не начнет получаться. Вторая ошибка, связанная тоже с неправильным выполнением жеста. Это как раз связано с двойным касанием. Опять же. Часы. Часы. Я поставил на него курсор. И мы говорили, что для того, чтобы активировать объект, который находится под курсором, нужно сделать двойное касание. В любом месте экрана. Но двойное касание нужно сделать быстро. Если пользователь сделает двойное касание медленно. Вот у меня стоит курсор. Часы. Часы. Я проверил, да? Делаю просто где-то по центру. Бастань. И у меня сместился курсор в то место, где был палец. Мало того, что жест не сработал, еще и курсор сместился. То есть система распознала это как два отдельных касания. А мы говорили, что одно касание экрана устанавливает курсор на то место на экране, куда вы коснулись, если там есть объект. И озвучивает его вслух. То есть курсор сместился, жест не сработал. И начинающий пользователь, когда ему говорит, что жест у вас не получился, он снова начинает выполнять его. Но курсор-то у нас стоит уже на другом месте. И активация происходит не того объекта, на который мы хотели нажать. Поэтому для начинающих важно отработать двойное касание одним пальцем и смахивание, чтобы оно получалось безупречно. Пока это не получится, пользоваться полноценным смартфоном вы не сможете. Одно касание одним пальцем мы обсудили. Помещает курсор. Двойное касание одним пальцем тоже обсудили. Активирует объект, который находится под курсором. Смахивание одним пальцем вправо переводит курсор на следующий объект по порядку. Зависит, конечно, сильно от того, где вы это делаете и как расположены объекты в этом приложении. Может так быть, что курсор перескочит из правого верхнего угла в левый нижний. Ну просто между ними как бы нет никаких объектов. То есть это зависит от того, как разработчик их выстроил, в каком порядке. Смахивание влево к предыдущему. Ну вот на рабочем столе. Часы, калькулятор, папка, Google, Мнорвы, программа для ОСНД, программа для ОСНД, движение, Advoice. То есть я перехожу с махиваниями. Влево, движение, в обратном порядке. Программа для ОСНД, программа, Мнорвы, папка, Google, калькулятор. Далее. Смахивание. Давайте касание сначала. Касание двумя пальцами. Одно касание двумя пальцами на Android 9 и ниже. Voice Assistant прерывала речь. То есть если программа экранного доступа рассказывает какую-то длинную фразу, например, у нас на первой странице есть виджет, где много информации. Тут зачитывается время, потом дата, потом погода и местоположение. Так вот, если коснуться двумя пальцами с включенным Voice Assistant до Android 9 включительно, то речь прерывалась. На десятом андроиде касание двумя пальцами произносит последнюю фразу, которую говорила программа экранного доступа. Вот он сказал, страница 4 и 6, страница по умолчанию. Я касаюсь один раз двумя пальцами в любом месте. Да, но видимо информация о страницах. Перейду, переставлю курсор на какой-нибудь светочувствительность в YouTube. Ну вот YouTube, к примеру. И одно касание двумя пальцами делаю. YouTube. Могу много раз сделать и буду всегда повторять последнюю фразу. Жалко, конечно, эта функция была удобная, которая прерывает речь. Ну и раз уж мы об этой функции начали разговор, то в Android, как вы знаете, наверное, есть возможность прервать речь поднесением руки к датчику приближения. То есть в верхней части экрана у смартфона, ну даже не экрана, а в верхней рамке, так скажем, над экраном, у смартфона есть несколько датчиков. Фронтальная камера, датчик освещенности, который регулирует яркость экрана в зависимости от того, насколько светло или темно в помещении. И также есть датчик приближения к уху. Изначально он предназначен для того, чтобы во время разговора, когда пользователь подносит смартфон к уху, не было никаких случайных нажатий. То есть экран блокируется. Убирает пользователь смартфон от уха, экран разблокируется. Ну, как бы временно, да, не полностью блокируется, а вот пока вы держите у уха. Так вот, этот датчик используется программами экранного доступа для прерывания речи. Для того, чтобы его активировать, не нужно никуда касаться. Достаточно поднести руку к верхней части смартфона. Можно касаться верхнего торца для удобства, чтобы быстро его найти. Вот он рассказывает информацию свитчика. Я поднес руку и речь прервалась. На старых версиях Voice Assistant можно было также речь прервать касанием двух пальцев. Почему я говорю, что жалко, что этой функции нет? Этот датчик не всем удобно его использовать. Слабовидящие люди, я тоже являюсь слабовидящим, у меня есть остаток, пытаются использовать смартфон не только основываясь на отзывах программы экранного доступа, а еще и немножко подглядывать, пользоваться остатком. И вот когда вы очень близко поднесете к лицу телефон, то может прерываться речь у вас. И вы не понимаете, что происходит. Поэтому я на своем смартфоне отключаю функцию, вот этот датчик, и пользовался двумя пальцами. Еще у Samsung есть какая-то странная недоработка. На многих моделях включить или выключить этот датчик, особенно на новых версиях Android, вот на 10, невозможно. На Galaxy S9 есть такой флажок в настройках Voice Assistant. Мы сегодня проверили, ну и собственно он у нас работает. У тех, у кого его нет, ну получается, что речь прервать можно только следующим каким-нибудь действием. Ну, например, смахнуть куда-нибудь или коснуться. Но тут аккуратно, опять же, курсор у вас может сместиться. Двойное касание двумя пальцами. Это интересная функция, которая выполняет какое-то основное действие в приложении. В различных приложениях это действие может отличаться. Ну, например, если поступает входящий звонок, то можно не искать никаких кнопок на экране, независимо от того, где установлен курсор, ответить на звонок двойным касанием двумя пальцами. Также в альтернативных всяких способах связи, типа WhatsApp, мессенджерах, Telegram, Skype, можно отвечать на звонок тоже таким жестом. То есть вам больше не нужно нащупывать на экране, искать, изучать экран, искать кнопку ответа. Проверка наличия обновлений. А просто делаете двойное касание двумя пальцами, независимо от того, где у вас стоит курсор. И происходит ответ на звонок. Если разговор уже идет, этим же жестом звонок можно завершить. Опять же, работает много в каких, не скажу, что во всех, но много в каких вот программах, которые поддерживают звонки через интернет. Также этот жест позволяет приостановить или продолжить воспроизведение, когда вы используете какой-нибудь проигрыватель. Есть у нас программа «Библиотека F3715». Ваша любимая и наша тоже, «AV3715». Вот я запущу сейчас. Запустил книгу. Курсор у меня стоит на кнопке «Плей пауза». И я это делаю сейчас двойным касанием одного пальца. Но если я курсор куда-нибудь смещу, ну вот на заголовок, к примеру, я могу двойное касание двумя пальцами сделать. И книга установилась на паузу. Еще такой же жест продолжает воспроизводиться. Более того, если выйти на экран там мой, можно также, вот я сейчас вышел на рабочее стол, у меня. Двойное касание двумя пальцами. Здесь учитываются и дизайн, размер устройства, расположение клавиш управления. Да, вот эта книга, кстати, «Первые шаги работы со смартфоном» в библиотеке «AV3715». Можете, кому интересно, ее изучить. Так вот, я управляю плеером, при том, что он свернут. Да, я нахожусь на рабочем столе, но я могу двойным касанием двумя пальцами остановить его или снова запустить. Также эта функция может использоваться и в других приложениях. Не могу точно вот сказать насчет камеры. Скорее всего, этот жест позволяет сфотографировать, не устанавливая курсор на кнопку съемки. Ну, кто знает, скажите, работает? Это нет, чтобы я, я, к сожалению, не подумал, не проверил эту функцию. Вот. А как насчет вайбера? Насчет вайбера не могу сказать ничего. Я им не пользуюсь, к сожалению, потому что там очень много рекламы, и я не могу как-то. В вайбере не всегда срабатывает, и в телеграме тоже. Но иногда срабатывает, да? Да, иногда, но редко. В ватсапе замечательно, а в вайбере нет. Ну вот, видите, в вайбере еще и этот жест не работает. А как насчет камеры сфотографировать? Получается, нет? Никто не пробовал. На S10 не работает. Ну, значит, не доделали немножко Samsung. Но, тем не менее, этот жест очень полезный, удобно вот даже плеером пользоваться, когда он свернут. Не искать нигде кнопку воспроизведения, можно быстро приостановить и продолжить воспроизведение. Ну, и насчет ответа на звонок тоже. Что касается смахивания двумя пальцами. Это жесты прокрутки, так называемые. Влево и вправо вы на прошлом занятии, по-моему, немножко посмотрели. То есть, если мы находимся на рабочем столе, мы можем перелистывать страницы главного экрана смахиванием двумя пальцами. Здесь нужно пояснить, что смахивание влево смахивание влево переходит в сфотографическую страницу. к следующей странице, смахивание влево двумя пальцами, а смахивание вправо двумя пальцами переходит к предыдущей странице. В отличие от смахивания одним пальцем, когда вправо переходит к следующему объекту, а влево к предыдущему. Ну, я своим слушателям объясняю это тем, что если представить, что мы перелистываем страницы в книге, то мы как бы правую страницу рукой зацепляем и тащим влево. Вот и здесь сделано так, как будто вы перелистываете страницы. И тогда легко понять, в какую сторону нужно смахивать. А когда вы смахиваете одним пальцем, вы как будто бы подталкиваете курсор. То есть вправо смахнули, раз его подтолкнули. Эти смахивания горизонтальные работают во всех приложениях, где используются страницы. Также иногда в некоторых приложениях эти смахивания горизонтальные могут перелистывать вкладки, переключаться между запущенными вкладками. Ну вот, например, сейчас покажу в Play Market. Мы его еще, естественно, не смотрели. Но забегая вперед, просто скажу вам, что есть здесь раздел «Мои приложения и игры». И в этом разделе есть несколько вкладок. «Выбрано обновление, установленные и так далее». Я могу, не помещая на них курсор, переключаться. «Страница 2 из 4, библиотека, страница 3 из 4, бета, страница 4 из 4, библиотека, установленные, обновления». Вот таким образом, переключение между вкладками. Также в приложении «Телефон», наверное, тоже можно. Нет, здесь у нас включена функция. «Последний назад. Клавиатура спрятана. Домой. Главный телефон». Это жесты, которые позволяют прокручивать длинные списки. И не только списки. Об этом сейчас чуть-чуть позже. То есть, бывает ситуация, когда в списке находится очень много пунктов, и весь этот список физически не может поместиться на экран. Поэтому помещается только часть списка. А чтобы получить доступ к содержимому скрытому за экраном, нужно список прокручивать. Ну, то есть, вот в приложении «Настройки», например, большое количество пунктов меню. «Поиск настроек. Кнопка. Профиль Samsung Account. Кнопка. Список». «Много-много всяких пунктов, и все они поместиться на экран не могут. Тут мало того, что написано название пункта, еще и описание его краткое. И вот, если я буду изучением, касанием экрана исследовать. «Подключение. Вай-фай. Блютуз. Режим. Использование данных. Подключение. Звуки и вибрация. Режим звука. Мелодия звонка. Уведомление. Уведомление приложений. Строка состояния дисплей. Яркость. Фильтр синего света. Дисплей. Обои главного экрана. Обои на экране блокировки. Домой. Кнопка. И кнопка «Домой» — это уже не совсем элемент списка. Точнее, совсем не элемент. Это область экрана с кнопками, которые вы обсуждали на прошлом занятии. Так вот, сколько здесь было? Раз, два, три, четыре, пять. Пять элементов всего я насчитал. Но в этом списке гораздо больше пунктов. И вот, чтобы нам получить доступ к скрытой части содержимого, нужно сделать смахивание двумя пальцами. Здесь вот эти жесты вертикальной прокрутки, они зависят от того, насколько длинное смахивание вы сделали. То есть, чем сильнее вы смахнете, так как бы жест получится более длинным, тем больше пунктов прокрутится. То есть, само меню, которое находится за экраном, нужно как бы подтолкнуть. Если нам нужно от верхних элементов к более нижним переместиться, нужно подтолкнуть смахиванием двумя пальцами снизу вверх. Если я могу коротенькое сделать смахивание. При этом программа экранного доступа Voice Assistant комментирует, с какого по какой элементы показаны. Если более сильно сделать. Отображено элементов от 16 до 21 из 31. То большее количество пунктов прокрутится. То есть, вот этот жест от длины смахивания зависит сила прокрутки. Все остальные жесты работают одинаково. Поэтому смахивать сильно длинным жестом не нужно. Там буквально 2-3 сантиметра достаточно. А здесь вы уже решаете, насколько сильно вам нужно прокрутить. То есть, если вы ищите в конце списка какие-то элементы, то вы делаете смахивание более жесткое, более длинное. Отображено элементов от 26 до 31 из 31. 31 из 31, да? То есть, прокрутилось до конца. Если вниз. Отображено элементов от 1 до 9 из 31. То есть, сейчас я сделал смахивание прямо практически по всему экрану. Если сделать его более коротким. Дисплей. Перейти вверх, назад. Иногда не получилось. Настройки. Отображено. Вы слышите, что кроме того, что программа говорит, какие элементы с какого по какой отображены, также есть такой тон повышающийся. Если мы идем от начала к концу, чем ближе к концу, тем тон выше. Если к началу. Вот вверх иду. Ну, то есть, не вверх, а вниз. К концу меню. К концу списка. А это к началу. Отображено элементов от 1 до 9. Такое же поведение может быть в приложениях, где не помещается количество кнопок. Иногда бывают комбинированные приложения. Там и кнопки, и списки. Например, популярное приложение Сбербанк Онлайн. Там очень много всяких различных функций. На один экран. Там и несколько вкладок, и все равно на каждой вкладке работает меню с прокруткой. То есть, можно его прокручивать. Подключение Wi-Fi, Bluetooth, режим использования данных. Еще хотел сказать. Про шторку, наверное. Нет, про шторку пока рано. Значит, про меню с прокруткой. В браузере мы с вами будем изучать еще и браузер, работу с браузером. Вот на веб-страницах очень часто нужна, бывает, прокрутка. К слову сказать, прокрутка бывает еще и горизонтальная. То есть, здесь у нас вертикальный список. Это часто встречается. А бывает еще и горизонтальная. Ну, естественно, нужно смахивать двумя пальцами влево и вправо для прокрутки горизонтальной. Если мы будем идти по списку обычным смахиваниям. Звуки и вибрация. Режим звук. Уведомления. Уведомления приложения. Дисплей. Яркость. Фильм. Обои. Обои главного экрана. Обои на экране блокировки. И достигнем последнего видимого объекта на экране. И дальше еще раз смахнем вправо. Темы, доступные для загрузки темы. Обои или значки. Отображены. Вот сейчас я ничего не прокручивал. Система автоматически прокрутила. Это называется автопрокрутка. То есть, когда курсор достиг последнего видимого объекта на экране, при попытке перейти к следующему, экран автоматически прокрутился. То есть, я могу смахиванием вправо весь этот список пройти насквозь. От начала, от первого до тридцать первого пункта. Но, если мне нужна прямо сейчас настройка последняя, то смахивать будет очень долго. Поэтому я пользуюсь прокруткой. И вот. Сведения о телефоне. Состояние. Юридическая информация. Имя телефона. Сведения о телефоне. Последний пункт. Обновление обои. Обои главного экрана. Здесь, наверное, пришло время перейти к сложным жестам, которые состоят из двух смахиваний. У Samsung и у программы Voice Assistant их всего четыре. Смахивание вверх и вниз без отрыва пальца переходит к первому видимому объекту на экране. Вот у меня главная страница. Попробуем. Здесь у меня первый объект это Chrome. Дальше камера. А последний объект. Меню. Экран приложений так называемый. Так вот, если я сделаю вверх-вниз быстрое смахивание, без отрыва пальца, как бы провожу вверх и тут же вниз. Тоже в движении касания, но нужно как бы в какой-то момент палец обратно вернуть, как пружинка, должен выстрелить. Раз, раз. В начало. Хром. Вот получилось. Он сказал «в начало» и поставил курсор на первый объект на экране. Противоположный жест «вниз» и «вверх». В конец меню. В конец. Последний объект на экране. К сожалению, эта функция прокрутку не делает. Если мы попадем в настройки. Настройки. Подключение Wi-Fi, Bluetooth. И перейдем в начало. В начало. Настройки. Будет заголовок. Настройки. Это самый первый объект. И последний. Вниз, вверх. Обои. Обои главного экрана. Обои на экране блокировки. То есть, тот самый объект, который виден сейчас на экране последним, мы его изучением касанием находили. Поэтому, эта штука, ею вообще мало кто пользуется. Я не знаю. Я не пользуюсь лично. И я знаю, что люди часто о ней вообще не знают. Но, такие жесты есть. И этим можно пользоваться. Кроме вертикальных вот этих двух сложных жестов, вверх-вниз и вниз-вверх, есть еще горизонтальные. Влево-вправо, без отрыва пальца. И вправо-влево. Ну, то же самое, только в горизонтальной плоскости. Не уходя далеко от настроек. Подключение Wi-Fi, Bluetooth, режим. Эти два жеста позволяют также прокручивать меню, в которых много пунктов. Но прокручивают не на какое-то определенное количество, а на столько, сколько помещается на экран. То есть, если вот сейчас показано с 1... Отображено элементов от 3 до 9 из 31. Ну вот, от 3 до 9 отображено. Я делаю смахивание вправо, затем влево, без отрыва пальца. Без обоя. Обоя главного экрана. Обоя на экране блокировки. Отображено элементов от 9 до 14 из 31. То есть, он 9-й пункт поставил на первое место. Прокрутил настолько, сколько помещается на экране. Дальше, следующая порция. Конфиденциальность. Диспетч разрешений. Отображено элементов от 14 до 19 из 31. От 14 до 19. Ну и аналогичный жест влево-вправо, без отрыва, будет прокручивать в обратную сторону. Биометрия безопасности. Сморская. Биометрия безопасности. Теобоя. Обоя главного экрана. Обоя. Дисплей. Ярко. Обоя. Обоя главного экрана. Уведомления. Уведомления приложений. Строка состояния. Домой. Настройки. Также этот жест в некоторых моделях смартфонов, ну в современных, наверное, во всех работает, позволяет перелистывать страницы на рабочем столе. Одним пальцем. Главный экран. Страницы. Право-влево к следующей. Главный экран. Страница 6. И влево-вправо к предыдущей. Главный экран. Страницы 5. Страницы 6. Главный экран. Страницы 4. Страница по умолчанию. Достаточно удобно для тех, кто пользуется вот смартфоном одной рукой. И чтобы перелистнуть, на следующую страницу нужно было два пальца использовать. Да, ну вот на 10-ом андроиде еще есть группа из кнопочек маленьких, которые каждая отвечает за свою страницу. А на 9-ом ничего не оставалось, только вот одним пальцем. Либо вот этим жестом. То есть этот жест тоже относится к жестам прокрутки. И его можно использовать, но он делает прокрутку на целый экран. Если это список. Ну а на рабочем столе прокручивает страницу. Главный экран. Страница 3. Также этот жест, жест прокрутки, используется для работы с так называемыми ползунками. Ну вот видите, у нас просто тема с жестами затрагивает еще косвенно другие какие-то темы небольшие. В андроиде есть такой элемент управления, который называется ползунок по-русски. Либо его еще называют слайдер. То есть это такой элемент, который позволяет настраивать какую-то функцию. Например, громкость, яркость, скорость. В проигрывателях бывает такой элемент, позволяет выбрать нужный фрагмент в песне. Ну то есть прогресс воспроизведения такая штука называется. Тут нужно немножко пояснить, как это выглядит визуально, наверное, чтобы вы могли себе это представлять. То есть это горизонтальная линия, на которой есть точка, которая обозначает, в какой позиции сейчас находится вот этот самый ползунок. Вы могли такое встречать в реальной жизни, на радиоприемниках различных. Бывает вертикальный подобный элемент, бывает горизонтальный, который можно двигать. Там такой рычажок, его можно двигать влево и вправо. Вот в андроид сделана имитация под реальную жизнь. И вот ползунок, которым можно управлять. Если мы зайдем сейчас в звуки и вибрация и громкость. Для того, чтобы управлять этим ползунком, нужно установить на него курсор. Как правило, у таких ползунков есть два поля. Одно это название. Мелодия звонка. Мелодия звонка. А второе это сам. Процентов. 53. Мелодия звонка. Ползунок. Сам ползунок. Так вот, чтобы регулировать ползунок, нужно поставить курсор на то место, где именно называют значение в процентах. Вот сейчас он стоит на 53%. И я могу смахивать вправо-влево без отрыва пальца. Но поскольку это громкость, у меня смартфон перешел в свой динамик и немножко не дает нам... Процентов. 73. Уведомления. Сейчас попробуем с уведомлениями. Процентов. 78. Вот с уведомлениями нормально. То есть вправо-влево без отрыва. Процентов. 88. Уведомления. Ползунок. Громкость уведомления. Процентов. 85. Вправо-влево без отрыва пальца. Увеличиваем значение. Процентов. 93. Уведомления. Ползунок. Громкость уведомления. Процентов. 90. Влево-вправо. Процентов. 88. Уведомления. Уменьшаем. Процентов. 83. Уведомления. Громкость. Процентов. 78. Уведомления. Процентов. 73. Уведомления. Ползунок. Вот эти жесты прокрутки, они здесь используются. Ну, а также ползунок, с ним можно работать при помощи кнопок громкости. Если как бы мы начали обсуждать ползунок, то давайте обсудим его до конца. Кнопки, когда курсор стоит на ползунке, то кнопки громкости не регулируют громкость смартфона, а регулируют уровень вот этого значения, этого ползунка. Вот я нажимаю качельку громкости вниз, он уменьшает значение, если вверх, значение увеличивается. Также, если сделать двойное касание одним пальцем, то ползунок встанет в среднее значение. В некоторых случаях это может быть не обязательно 50%, потому что некоторые ползунки работают от 1% до 100%, и тогда будет среднее значение 51%. Ну, вот здесь вот в уведомлениях как раз я его могу уменьшить. А теперь сделать курсор, на него снова ставлю. И двойное касание. Также управлять ползунком можно еще при помощи одного сложного жеста. Он как бы состоит из нескольких движений, а именно двойное касание с удержанием одним пальчиком и последующим перемещением. То есть, мало того, что с удержанием, еще и нужно будет сдвигать палец горизонтально. Ну, начинающим, наверное, пока не нужно это делать. И вообще, двойное касание с удержанием мы еще пока не обсудили. Но вот ползунок можно двигать вот этим жестом. То есть, поставили снова на него курсор. Делаю двойное касание с удержанием и после второго касания не отпускаю палец. И аккуратненько начинаю сдвигать. То есть, палец я держу на экране и немножко сдвигаю вправо. После того, как я отпущу палец, значение зафиксируется. Жесты с ползунками мы закончили. На жестах прокрутки на двухпальцевых иногда назначены дополнительные какие-то функции. Например, у современных моделей на 9 и на 10 андроиде можно, смахиванием двух пальцев вверх, когда мы находимся на главном экране, открыть экран приложений. Экран приложений, страница 2 из 4. Экран приложений в Android – это список всех установленных приложений в систему. Ну, там какие-то служебные, конечно, не будут появляться, но в основном, вот все приложения, которые у вас есть, должны находиться в этом меню, экран приложений. И этот экран, это меню также многостраничное. Мы здесь двумя пальчиками можем… Перелистывать страницы. Страница 3 из 4. Страница 4 из 4. Ну и, собственно, также касанием и смахиванием находить нужное приложение и открывать его или делать еще что-то, если нам это нужно. Закрыть экран приложений, перейти на главный экран можно, смахиванием двумя пальцами либо вниз, либо вверх. Экран приложений, главный экран. Это не важно. Работает и то, и другое. Либо вверх смахнули, либо вниз. Ну, логично, да, удобно, если вверх смахнули, открыли, вниз смахнули, закрыли. Обращаю ваше внимание на то, что у вас может быть или может не быть. Вот в современных Самсунгах кнопка, которая называется меню в правом нижнем углу. Она как раз и открывает этот экран. Но поскольку есть открытие при помощи жеста, эта кнопка по умолчанию скрыта. Чтобы ее включить, нужно пройти в настройки, дисплей и там главный экран. И вернуть вот эту кнопку. Но она занимает место, а туда можно поместить какой-то ярлычок. И можно экономить как бы место лишнее, да, и открывать экран приложений с махиванием двумя пальцами. И закрывать. Также с махиванием двумя пальцами вниз. На главном экране можно открывать панель уведомлений. У нас почему-то эта функция выключена, но удобно, когда она есть. Изначально в Android сделано так, что чтобы развернуть панель уведомлений, на прошлом занятии вы находили эту область в верхней части экрана в виде строки уведомлений. Так вот, эту строку уведомлений можно развернуть, и тогда она станет называться панелью уведомлений. Так вот, чтобы ее развернуть, нужно от самого верхнего края экрана, от верхней грани экрана, потянуть двумя пальчиками вниз. Панель уведомлений. Быстрый настрой. Домой. Панель уведомлений. Панель уведомлений. Ну, подробно мы саму панель уведомлений, наверное, сейчас рассматривать не будем, потому что времени у нас не так много. Но вот открывать ее можно таким способом. Домой. Главный экран One UI. Есть в Samsung настройка. Настройка. Находится она. Давайте вместе сейчас перейдем. Настройка. Дисплей. Адаптивная яркость. Режим затемнения. Включен. Режим экрана. Адапт. Размер из тиши шрифта. Режим экрана. Так. Разрешение экрана. Ф. Главный экран тут должно называться. Главный экран. Настройка макетов и функций. Отоп. Переход в верх. Главный экран. Отображено элементов. От 1 до 7. Кнопка экрана приложений. Блокирование главного экрана. От добавления на главный. Сейчас начнем. Провед вниз для панели уведомлений. Чтобы открыть панель уведомлений. Проведить. Ну, к сожалению, у Samsung локализация всегда была интересная очень. Тут провед вниз для панели уведомлений называется. Функция. Так вот, если активировать этот флажок, то тогда вы с махиванием двумя пальцами вниз сможете открывать панель уведомлений в любом месте экрана. Не надо будет целиться к верхней грани. В любом месте на рабочем столе проводим двумя пальцами вниз. У вас открылась панель уведомлений. Домой. Ну, а выйти кнопкой домой, естественно. Главный экран One UI. Или назад. Смахивание двумя пальцами, значит, мы рассмотрели. Двойное и одиночное касание тоже. Тройное касание двумя пальцами. Позволяет зачитать некоторую информацию из панели уведомлений. Время, дату, заряд батареи, уровень Wi-Fi и Bluetooth. Это можно настроить. В настройках Voice Assistant есть соответствующий раздел. И можно установить флажки на те параметры, которые вам нужно озвучивать. И убрать с тех, которые не нужно. И потом удобно, достаточно прослушивать время, дату и так далее. Вот три касания двумя пальцами. 15 часов, 16 минут, 25 февраля 2020 года. 83% батарея, Wi-Fi, Bluetooth выключен. Далее. Четырехкратное касание двумя пальцами. Функция речевые подтверждения выключена. Да. Выключить или включить речевые подтверждения. То есть выключается на самом деле только синтез речи. Программа экранного доступа. Продолжает работать. Обрабатываются все жесты. Курсор ведет себя так же, как будто... Не как будто, а она реально включена в Voice Assistant. Просто нет синтеза. Я не знаю, это может быть нужно для тех, кто использует Braille. Или в каком-то, если вы находитесь в плеере. Вы там просматриваете YouTube, например. И вам все время Voice Assistant что-то болтает. Можно быстро приостановить, убрать вот эти речевые подтверждения. И потом их легко вернуть. Таким же жестом. Четыре касания двумя пальцами. Функция речевые подтверждения включена. Есть всеми любимый голосовой ассистент, Google Assistant. И он вместе с включенным Voice Assistant начинает болтать. То есть и Google Assistant своим голосом говорит, а Voice Assistant пытается зачитывать какую-то информацию на экране. И вот если вам нужно поработать с Google Assistant можно, один из вариантов, приостанавливать речевые подтверждения. Есть еще жест двойное касание с удержанием двумя пальцами. Но мы сейчас его рассматривать не будем. А его рассмотрим в рамках вебинара, который будет по вводу текста. То есть двойное с удержанием двумя пальцами включает режим выбора текста. Ну, на рабочем столе он, естественно, никак не сработает. Теперь трехпальцевые жесты. Касание тремя пальцами. Устанавливает курсор на первый объект на экране. И начинает читать все подряд в режиме непрерывного чтения, так называемого. То есть перемещается курсор постепенно по каждому объекту. И когда дойдет до последнего, то прекратится. Садись, 5. Экинэтервип. Блайндройт минус випер. Фпи-ридер. Библиотека F3715. Кулридер. ООАйнотепит. Папка Яндекс. Диск. Мои файлы. Страница 1.6. Страница 2. Ну, приостановить можно, поднеся руку к датчику приближения. Нужно это бывает, когда вы читаете какую-нибудь статью, а курсор у вас движется только по абзацам. То есть выделяется один абзац, зачитывается и останавливается. Вам нужно каждый раз смахивать. Или вообще вы читаете какой-нибудь список длинный. И можно вот запустить такую штуку в режиме непрерывного чтения и читать материал. Двойное касание тремя пальцами делает примерно то же самое, только зависит от позиции курсора. То есть система начнет зачитывать все объекты со следующего элемента относительно курсора. Ну, к примеру, я поставлю на телефон. Телефон у нас находится в панели избранного в нижней строке, вот в этой двойной, касание тремя пальцами делаю. Сообщение, настройки, плеймаркет, меню, меню, последний объект. Он так дочитал от следующего после телефон и до конца дошел и остановился. Ну, тоже удобно, чтобы не сначала читать список, а вот с текущей, как бы, позиции. Тройное касание тремя пальцами. Садись в пять. Поставим курсор на ярлычок «Садись в пять». Тройное касание тремя пальцами. Прочитает объект под курсором по символам и скопирует его название в буфер обмена. Прописная садись, запятая, пробел, пять, восклицательный знак. Скопировано в буфер обмена. То есть прочитаны все символы, включая запятую. И название этого объекта скопировано в текстовом виде в буфер обмена. Вставить из буфера обмена мы можем в любое текстовое поле. А подробно об этом снова переадресовываю вас в следующий, один из следующих наших вебинаров, который будет посвящен вводу текста. Двойное касание с удержанием тремя пальцами позволяет присвоить текстовую метку неподписанной кнопки. Есть такая штука в Android, когда разработчик присваивает какой-нибудь кнопке только графический элемент. Кнопочка, которая означает воспроизведение, кнопочка, которая означает стоп, кнопочка, которая означает выключить и так далее. Разработчик просто не рассчитывает на то, что пользователь программы экранного доступа не сможет увидеть ярлычок, картинку, фиктограмму этой кнопки. И не подписывает никак текстового, никакой метки этой кнопки не присваивает. Так вот, такие кнопки Voice Assistant называет без метки. У нас есть приложение «Быстрый блокнот». Мы вам будем показывать ввод текста на его примере. Оно бесплатное и в виде АПК будет выложено здесь файлообменники. Вы сможете его установить и делать вместе с нами все манипуляции с текстом. Так вот, в этом приложении есть кнопка «Мои заметки. Открыть кнопка». В правом нижнем углу без метки. Это кнопка «Создать новую заметку». Как определить значение кнопки? Ну, либо попробовать ее нажать и методом тыка определить, что она делает. Либо есть еще возможность читать название самой пиктограммы, которую использовал разработчик. Ну, то есть, в Android для разработчика предусмотрено множество различных картиночек, иконочек, чтобы их можно было использовать в приложениях. И у них есть какие-то подписи. Они, как правило, на английском и очень сильно сокращенные, но, тем не менее, они есть. И вот можно включить такую функцию в Voice Assistant, когда название вот этих пиктограмм будет зачитываться. Это, конечно, не правильное название, но не такое, как хотелось бы создать заметку. Все-таки будет там что-то такое сокращенное и на английском. Но, тем не менее, лучше, чем ничего. Если вам хочется, если вам нужно, можно включить эту настройку. Давайте сейчас я пройду вместе с вами и включу ее. Для этого надо зайти в настройки. Специальные возможности. Переход вверх. Чтение с экрана. Чтение с экрана. Переход вверх. Кноп. Учебный курс. Высерный борт. Используйся настройки. Настройки. Переход в настройки. Детализация. Детализация. И последний пункт. Озвучить идентификатор элемента. Озвучивание идентификаторов кнопок без меток, а также других интерактивных элементов. Выкол. Изменить. В спице 14 элементов. Озвучивать идентификатор элемента. Устанавливаем флажок. И возвращаемся в быстрый блокнот. Фэп кнопка. Фэп кнопка. Вот кнопка эта теперь вот так называется. Но она, тем не менее, осталась без метки. И у нас есть возможность присвоить свою человеческую метку на русском языке. Этой кнопки. Для этого используется жест двойное касание тремя пальцами с удержанием. Берем три пальца. Дважды касаемся и после второго раза не отпускаем некоторое время. Создать наклейку. Появляется такой диалог с названием создать наклейку. Создать наклейку. Собственно, текстовое поле. Курсор. Изменить на русский. Но мы здесь напишем... Изменить на English. Сейчас немножко у меня тут притормаживает. Напишем создать. О. О. З. З. Жд. Д. А. А. Т. Т. Мягкий знак. Мягкий знак. Создать кнопка. И в этом же диалоге есть... Отмена кнопка. Создать кнопка. Да. Кнопка создать. Ну, это просто так совпало. Ничего особенного. Просто, ну, могли написать сохранить, могли написать окей. Нажали создать метку. Написали. Клавиатура спрятана. Мой заметку. Создать кнопка. Вот теперь эта кнопочка, когда я ставлю на нее курсор, она называется человеческим русским языком создать кнопка. Также метку можно удалить, если снова поставить вот курсор и снова сделать этот жест с двойной касанием с удержанием тремя пальцами, появится меню, в котором можно будет изменить или удалить эту метку. Так, ну, с трех пальцевыми жестами, с касаниями мы разобрались. Теперь, что касается смахиваний. Смахивания горизонтальные, смахивания тремя пальцами, позволяет выбирать один из быстрых параметров. Есть у нас Voice Assistant, такое меню быстрых параметров. Количество его пунктов можно настроить, убрать, опять же, ненужные или добавить нужные. В десятом андроиде появилась новая функция в этом меню. Ну и, соответственно, может меняться в зависимости от версии андроид и от модели смартфона и так далее. Смахиваю тремя пальцами вправо. Меню циклическое, все пункты здесь будут по кругу идти. То есть, если мы запомним порядок, то мы можем решить вправо или влево нам смахивать, чтобы было ближе. Но я смахиваю пока что вправо. Скорость речи. Первый параметр мы его выбрали, а управлять значением этого параметра мы можем при помощи вертикального смахивания одним пальцем. То есть, мы с вами намеренно пропустили в начале. Смахивание влево и вправо мы посмотрели, это переход по объектам, а вниз и вверх мы не разбирали с вами. Смахивания вертикальные одним пальцем нужны для того, чтобы настраивать выбранную функцию быстрых параметров. Еще раз я смахнул. Пунктуация, выкл. Скорость речи. Скорость речи. И теперь вертикальным смахиванием вверх я могу увеличивать одним пальцем. Ну, могу выбрать комфортную для себя. Вот, мне нравится такая, теперь будем с такой скоростью работать. Ладно, это шутка. Сейчас я снова поставлю скорость речи на 25%. Следующий параметр. Пунктуация, выкл. Пунктуация. Здесь знаки припинания озвучиваться будут или не будут. Вверх смахивание. Вкл. Вкл. А вниз выкл. Ну, то есть, вверх включено. И теперь будет зачитываться, например, время, если коснуться в панели уведомлений, в строке уведомлений часов. Заряд батареи в процентах двоеточие 81 точка. Ну, или заряд батареи, да? Двоеточие, говорит. Темный экран, запятая выкл. Широкие границы, запятая. Цвет индикатор широкий. Темный экран, запятая выкл. Пунктуация. Выключим, чтобы не мешало. Ну, бывает нужно прочитать, вот как написано, да, в тексте. И можно один из вариантов вот такой, включить пунктуацию. Темный экран, выкл. Темный экран, функция затемнения экрана, но ее можно назначить и на двойное нажатие кнопки питания. То есть, когда включена функция темный экран, экран будет полностью затемнен, но сенсорный экран продолжит работать и продолжит работать в Voice Assistant. То есть, незрячий человек может продолжать пользоваться смартфоном без проблем, но при этом никто не может подсматривать за его действиями. Здесь также вверх. ВКЛ. Функция темный экран включена. Включ. Функция темный экран выключена. Вниз. Выключена. Если вы не включаете и не выключаете часто эту функцию, то можно убрать это из быстрых параметров, чтобы он вам здесь не мешал. При этом, когда вы выключите Voice Assistant, темный экран у вас все равно отключится. Поэтому, если вы вот даете зрячему, и Voice Assistant все равно выключаете, поэтому темный экран можете не трогать, он сам отключится. Широкие границы – это увеличение как бы рамки курсора. То есть, мы с вами говорили, что когда мы касаемся объекта или перемещаем на него каким-то образом курсор, то он помечается визуально такой рамочкой. И вот для тех, у кого есть остаток зрения, чтобы его более ярко было видно, есть возможность сделать его более жирным. Включено вверх. Вниз выключено. Цвет индикатора фокусировки – зеленый. Цвет индикатора фокусировки. То же самое касается курсора, только выбираем цвет. Синий. Вертикальными смахиваниями одним пальцем. Красный. Вот красный мне нравится. Вертикальными смахиваниями одним пальцем мы можем выбирать цвет. Уведомление. Обратите внимание, что подтверждать здесь ничего не нужно. Есть, конечно, такие параметры, которые нужно подтверждать. О них, наверное, в отдельной теме. Когда будем двигать ярлыки по рабочему столу, тогда будем говорить о тех как раз параметрах. Сейчас мы до них дойдем тоже. Уведомление. Звуковая обратная сторона. Уведомление. Можно вызвать, развернуть панель. уведомлений. Еще и таким вот способом. ВКЛ. Панель домой. То есть панель вверх. ВКЛ. Вверх смахиваниями. Она разворачивается. Вниз смахиваниями. Она обратно сворачивается. Звуковая обратная связь. Звуковая обратная связь. Это звуки Voice Assistant, которые, вот вы слышите, сопровождающие речевые сообщения сопровождают звуки. Телефон. Сообщения. Настройки. И если вам они мешают, их можно отключить. Звуковая обратная связь. Звуковая обратная связь. Выключены. И теперь. Сообщение. Телефон. Сообщение. Настройки. Слушайте, да. На заднем плане нет никаких звуков дополнительных. Переместить элемент. Звуковая обратная связь. ВКЛ. Обратная связь. Выключ. Просто обратная связь. Это вибрация. То есть, кроме звукового сигнала, еще и будет сопровождаться вибрацией. Быстрый набор. Выключ. Все действия. Быстрый набор. Возможность работать с клавиатурой одним касанием. Так называемый режим на отрыв. Об этом подробно тоже поговорите в рамках вебинара, когда будете рассмотреть текстовый ввод. Фокус на аудиовосприятии речи. Выключ. Фокус на аудиовосприятии речи. Когда воспроизводится какое-нибудь мультимедиа, какие-нибудь еще звуки, и при этом говорит у вас программа экранного доступа, то все остальные звуки приглушаются. Делаются тише. На время того, как произносится речевое сообщение. Как только сообщение заканчивается, эта громкость восстанавливается. Здесь можно вниз выключить. Вверх включить. Светочувствительность выключ. Фокус на аудиовосприятии. Светочувствительность выключ. Вот этот новый пункт, который доступен только в 10-ом андрозе, то есть при помощи датчика освещения, который я говорил, для регулировки экрана, изначально сделан для регулировки яркости экрана, в зависимости от освещения в помещении. И для незрячих сделали еще такую функцию, что можно определять яркость цвета. У него всего три градации. Средний, высокий и низкий. Вот включим мысля. Можно прикрыть рукой датчик и будет низкий. Эта штука автоматически, по-моему, через минуту выключается. А также вы можете в настройках Voice Assistant выбрать, каким образом будет оповещение происходить. Синтезатор речи будет говорить, вот это вот слово, низкий, средний, высокий. Звуковые сигналы и вибрация. То есть можно либо только звук, либо только вибрацию. Либо и синтез, и вибрация, либо и синтез, и звук. Ну и все. И последний пункт «Специальные действия» называется. Он нужен для дополнительных каких-то действий. Например, для перемещения ярлыков, для удаления их с главного экрана и так далее. Вот у этого пункта его функции, чтобы выполнились, нужно подтверждать. Но отдельная будет тема по работе с ярлыками и папками, и там мы подробно об этом поговорим. Вот мы прошли все быстрые параметры. Теперь вертикальное смахивание тремя пальцами изменяет шаг перемещения курсора. Ну, можно сказать, называют это иногда детализацией. Уровень детализации изменяет. То есть мы можем прочитать любой текст с выбранным, перемещаться по тексту с выбранным шагом. Сейчас мы переместимся на экран, где есть у нас вот этот виджет погоды. Он у нас многофункциональный, и время говорит, и дату. Мы на его примере будем смотреть. То есть вертикальными смахиваниями тремя пальцами я могу выбирать нужный уровень вот этой самой детализации. По символам. Один раз смахнул вниз. По символам. Теперь, чтобы перемещать курсор по символам, также используется вертикальное смахивание, но только одним пальцем. Один. Пять. Вот я на виджете погоды и часы. Один. Пять. Двоеточие. Четыре. Ноль. Да? В. Т. Запятая. Вторник. ВТ, да? Запятая. Пробел. Два. Пять. Ну и так далее. То есть я могу читать по одной букве, по символам. Символ — это, если что, кто не знает, минимальная единица текста. Любая буква, любой знак и пробел туда же относится. Вверх идем назад. Пять. Два. Пробел. Вниз. Соответственно, вперед смахиваем вверх одним пальцем. Назад, с конца к началу, вниз вперед. Меню также циклическое. Можно смахивать тремя пальцами вверх или вниз для выбора нужного уровня детализации. Вот по словам. Двадцать пять. Февраля. Текущее. Местоположение. Округ. Хорошевский. Вот. Перехожу по словам. Могу в обратную сторону, то есть смахивать вверх. Хорошевский. Округ. Местоположение. Что у нас здесь еще есть? Главный экран, страница один из шесть. Главный экран, страница по строкам, по абзацам. По строкам, по абзацам. По символам. И снова по символам. То есть меню циклическое, как я сказал. Обратите внимание, что перемещаться таким образом можно не только на главном экране, где я это все показываю, а в любом месте. То есть куда можно поставить курсор. Все подобные объекты можно читать по символам, по словам. Если текст большой, то и по строкам, и по абзацам. Четыре уровня детализации. Так, ну и что? Четырехпальцевые жесты остались у нас. Четырехпальцевые жесты можно называть жесты-дублеры. Они дублируют кнопки, которые находятся вот в нижней панели с кнопками. Ее называют иногда панель навигации, но на самом деле в андроиде очень много панелей навигации. И то, что называется, мы ее называем панель с кнопками. Внизу экрана она находится. А именно домой, последняя и назад. Жест одно касание четырьмя пальцами выполняет функцию кнопки назад. Если мы зайдем в настройки, мы войдем в подменю, которая называется «Подключение». Ну, тут в настройках много всяких. В настройке очень ветвистое такое приложение. Мы зайдем в первое попавшееся подключение. «Подключение». «Перейти вверх. Кнопка». «Отображено элементов от 1 до 6». И вот мы можем воспользоваться, чтобы выйти на один уровень назад, мы можем воспользоваться кнопкой «Назад», которая находится в панели с кнопками вот в нижней. Можем в панели кнопок, да, можно ее назвать так. Можем найти виртуальную кнопку на экране. «Перейти вверх. Кнопка». «Перейти вверх. Она обычно находится в левом верхнем углу». А можем коснуться один раз четырьмя пальцами, не находя никаких кнопок, ничего не делая, просто в любом месте коснуться четырьмя пальцами один раз. «Настройки. Подключение Wi-Fi, Bluetooth, режим использования данных». Двойное касание четырьмя пальцами – это функция кнопки «Домой». Опять же, я зайду снова в «Подключение». «Подключение. Отображено элементов. Опять». И кнопка «Домой» сразу же перебросит меня на главный экран. Если кнопка «Назад» вышла на один уровень, только вверх, и кнопка «Домой» перебросит, переведет сразу на главный экран. Опять же, я же могу ее найти в нижней части экрана. И подтвердить двойным касанием. Но могу этого не делать. Вот я специально курсор поставлю на Wi-Fi и сделаю двойное касание четырьмя пальцами. Главный экран. Прекрасно получается. И, наконец, три касания четырьмя пальцами заменяет кнопку «Последняя». «Последняя». «Последняя кнопка. Эквомнил». Вот эту кнопку. «15 часов». «Раз, два, три». «Обзор. Недавние приложения. Отображено элементов». Ну, вот кнопка называется «Последняя», а меню называется «Обзор». Это недавно запущенные или недавно использованные приложения. Здесь можно к ним возвращаться. Можно их закрывать. И так далее. Ну, это не совсем наша тема сегодня. То есть это меню недавно запущенных приложений. Тут еще другие есть. Всякие быстрые параметры. Можно закрепить приложение, чтобы оно не закрывалось. Но об этом как-нибудь в другой раз. Сейчас мы проверяем, как работает меню. Я могу одним касанием четырьмя пальцами вернуться на главный экран от тремя. Запустить и снова обзор. И снова одним вернуться. «Главный экран. Страница 1 из 6. Недавние приложения. Экран выключен. Экран блокировки». На этом с жестами я надеюсь, что мы закончили. И сейчас я готов ответить на ваши вопросы и послушать, что вы, может быть, расскажете, чего я не знаю или как-то еще забыл. «Александр, Дмитрий, вопрос такой. В игре когда жестами, тремя пальцами, последнее действие у меня нет. У меня только просветает последнее светоопределение. А ярлыки перетаскивают другим способом. Этого нет. У меня нет жестов. Его убрали». Курсор должен ставить на ярлыке при этом. «Специальное действие» называется. Он даже, я, кстати, не сказал, что вот это быстрые параметры меню, оно автоматически, когда вы на ярлык ставите курсор, он автоматически ставит как раз на вот эти специальные действия. Можно, в принципе… «Александр, сейчас в 10-м андроиде этого не надо делать, подтверждать». «Ну, у меня тоже 10-й андроид, Дмитрий. Я вам говорю, что это удобное меню. С помощью него можно удалять приложение с рабочего стола, помещать их на рабочий стол и передвигать их по рабочему столу без усилий определенных. То есть очень удобно. У нас будет об этом тема, если я не ошибаюсь». А можно еще, Светлана, вопрос по поводу вот этих листаний? Когда в контактах, например, или в любом месте, где есть список контактов, в WhatsApp, в контактах, в телефоне, когда начинаю пролистывать, там начинается буковка «А», да, а мне нужно найти, допустим, на буковку «В». То есть, нет, «В» это близко. «И», например, да, я листаю «А», «А», «В», 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 и потом «Раз», и он так «Д-д-д-д-д-д-д-д» и оказывается опять в самом начале на буковке «А». Опять начинаешь листать, он буковку «Г» проскочит и опять «Д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д» и опять на буковке «А». это могут быть какие-то глюки таких особых настроек нет а так вы уверены да что у вас есть вот этот конкретный контакт да я знаю что вот он есть я ищу то есть я дохожу и такое ощущение что вот как будто буковка заканчивается чтоб перепрыгнуть на другую буковку как будто спотыкается снова начинается с буковки а и опять потом мы просто я проскакиваю эту буковку где споткнулись и может споткнуться на какой-то другой буковки а может проскочить все но здесь можно посоветовать только прокрутить немного список плавно провести вверх двумя пальцами это скорее всего просто кривые у нас вот я хотел сказать может вы нечаянно касаетесь одним пальцем экрана то есть может рукой который держите может быть после того как вы смахнули еще касаетесь а попробуйте вот другой жест прокрутки не двумя пальцами одним горизонтальный то что я показывал вправо-влево без отрыва я одним листаю просто вот спокойненько смахиваю слева направо одним пальчиком единственное конечно как кривые наши руки может быть конечно когда я листаю вот указательным пальцем от те пальчики которые поджаты может быть нечаянно я задеваю в это время экран да и тогда вот это вот получается неправильный жест подождите если вы листаете одним пальцем и он возвращается это у вас отключена автопрокрутка она есть вообще на странице нету такой надо посмотреть тогда у вас может быть либо вы плохо смахивайте что вы касаетесь экрана и он значит ну на начало ставит ну а вы пользуетесь прокруткой вот либо двумя пальцами смахивайте вверх чтобы он прокрутился сразу до буквы и прям хорошенько смахните и поймать там или либо вот я как я показывал одним пальцем вправо-влево без отрыва или и влево вправо для обратного эффекта это надо пробовать конечно спасибо а еще хотела спросить тоже вот вы говорили когда прикладываешь телефон к уху и он автоматически должен ну все отключать и ты просто разговариваешь а вот когда в ватсапе вроде как держишь телефон а он и он часто так время говорит вот произносит 20 лет там 15-24 15-24 15-25 и вот это время постоянно произносит ну тут бывает просто либо датчик плохо срабатывает вас попробуйте хорошо приложить как бы плотнее вот верхняя он находится в верхней части нужно прижать вот как бы к уху может быть датчик плохо срабатывать попробуйте тряпочку взять и хорошенько это место в верхнюю часть при протереть может она у вас немножко заляпалась и он не чувствует что ну или плохо чувствует что вы его придут приложили вообще вот сапе да есть такое в большей степени чем в телефоне если просто звонить поэтому я вот сапе вообще либо наушники использую либо громкую связь касаемо датчика приближения есть информация что на с 9 после обновления на 9 на 10 android после сброса пропадает эта галочка с настроек то есть ее не включить и еще здесь же по поводу датчиков вот светлане если у вас наклеено стекло и стекло не оригинальное такие проблемы будут оригинально в магазине в связном покупали все вроде как надо не делал в магазине связной не обязательно оригинальное вам продали они бывают говорят что это фирменная на самом деле фирма только не samsung и еще вот то что да вот этот то что вы говорите приближение экран я вообще не поняла где он находится потому что когда вы делали я пробовал отключить не отключалась возможно у вас эта функция выключена или вообще вот такой настройки нет в некоторых моделях к сожалению вот любовь сергеевна только что говорила что и в с 9 она может исчезнуть если мы сбросим телефон к заводским наступом я вас десятым после сброса она исчезла у вас светлана какая моделька аппарата сергей сибирь можно вопрос задать можно меня сын вот установил приложение вайбер да вроде называется есть такое и мне вот человек звонит с вайбера да а кнопки ответить нету ну вот поэтому вайбер я и не рекомендую к использованию к сожалению если там у ваших родственников тоже вайбер по-другому вам с ними никак не связаться но он крайне не дружелюбный к нам вот к незрячим пользователям там и кнопки не подписаны и рекламы куча какой-то и вообще такое ощущение что сделано специально чтобы чтобы не пользовались незрячим не знаю возможно это мое личное такое негативное к нему отношения но он не подходит до лагеры но да скорее светлана можно посоветовать вот у меня у подруги пока не было ватсапа на другом стареньком там устройстве на планшете она мне звонила по вайберу чтоб связаться нам не звонит сбрасывает я вижу что она позвонила и тут же ей набирают то есть набрать по вайберу все возможно а вот взять трубку нет ну возможно можно так пользоваться таки лайфхаки так называем касаемо приложения вайбер смотрите версию назад удалила сейчас не скажу кнопки были подписаны трубка бралась жестом в нижней части экрана над кнопочками назад домой последние двумя пальцами вправо проводили кнопка бралась и также можно было ответить гарнитурой собственно а ты с ватсапом не перепуталась нет не перепутала потому что принципиально нужен был вайбер и из гарнитуры бралась ну а сейчас не знаю обновили может быть и испортили друзья но тут я могу только посоветовать в поддержку может быть когда-нибудь они все-таки вспомнят что у них есть и незрячие пользователи и что касается samsung а звоните как можно больше как можно чаще у них номер 8 800 ровно и все остальные все пятерки семь пятерок звоните и говорите что у меня не работает вот эта функция например вот до при датчик приближения к экрану и чем больше будет таких обращений тем они быстрее это починить еще так вот странички образуются на рабочем столе и приложениях они как бы сами образуются или я что-то не понимаю как он по мере наполнения телефона вашего приложениями в меню приложений до добавляются странички и на рабочем столе если раз заполнился а вы хотите добавить еще или она автоматически добавляется то до появляются новые странички а разница есть откуда с какой странички вот например заходить нет просто для вашего удобства у нас будет тема мы вас научим перемещать и руки с одной странички на другую в рамках одной страничке а также добавлять и удалять ненужные когда эту библиотеку вы озвучивали назвали название книги как и и повторить можно по-моему называется первые шаги по освоению смартфона сейчас посмотрю спасибо вам что пришли мы очень рады что вас так много сегодня было и спасибо большое мы ждем на следующих будем стараться чтобы было интересно ну а если какие-то есть замечания то вы всегда можете их писать у нас есть электронная почта если больше нет вопросов то давайте заканчивать